Далее, говорит, уахталяфу алюх каму алей битбулюх из амбата. Теперь следующее. Говорит, и далее ученые разногласили. Если у ребенка не произошло ничего из этого, то есть не вышло семени, не произошло менструации, не произошло беременности, но у него появились волосы на лобке, считается ли он совершеннолетним или не считается? Как относительно мальчика, так и относительно девочки. Говорит, уахталяфу алюх каму алей битбулюх из амбата. Имбат – это выход волос на лобке. И говорит, здесь имеется в виду волосы, которые являются хушуна, то есть не являются мягкими волосами, но обладают определенной жесткостью, так что они заслуживают того, чтобы их сбривали. Имеется в виду, если у ребенка есть мягкие волосы, то есть мягкий волосяной покров на лобке, то относительно этого не касается этот наш вопрос. Здесь мы не разбираем такой вопрос. Но разбираем вопрос, когда у ребенка появились волосы уже какие-то жесткие, которые заслуживают того, чтобы их сбривали. Является ли это признаком совершеннолетия или нет? Говорит, Большинство ученых считает, что постановление о совершеннолетии относительно такого ребенка выносится, если такие волосы у него появились. И большинство ученых использовали хадис Атия Аль-Курады, который у нас в главе, под номером 858. Говорит, Потому что пророк, салаллаху али-усаляму, подвесил под данный признак серьезное постановление, а это постановление о смертной казни. Это говорит о чем? О том, что нельзя казнить детей, но казняться кто? Взрослые люди, мужчины. А раз пророк, салаллаху али-усаляму, определял по этому признаку, кем является человек, все еще ребенком или уже мужчиной, а затем, соответственно, приводил в постановление смертной казни или не приводил, значит пророк, салаллаху али-усаляму, это рассматривал как признак совершеннолетия человека. Видишь, пророк, салаллаху али-усаляму, со сподвижниками, по этому признаку, что сделали, выносили постановление о том, что ребенок достиг возраста мужчин. И все это указывает на то, что данный признак является явным признаком совершеннолетия. Далее. Говорит А имам Аш-Шафии второе мнение в этом вопросе говорит о том, что да, это является признаком совершеннолетия, но относительно неверующих только лишь. Не касается мусульман. И третье мнение в этом вопросе мнение Абу-Ханифы, который вообще противоречил всем и сказал, что рост волос на лапке ребенка вообще не считается признаком совершеннолетия. И правильным данным случаем является мнение большинства ученых. Значит, вопрос какой? Появление роста волос на лапке считается признаком совершеннолетия или нет? Три мнения. Мнение большинства ученых, что это считается признаком совершеннолетия. Как для мусульман, так и для неверующих без разницы. Второе. Мнение Мамаш-Шафии, что это считается признаком совершеннолетия только относительно неверующих. И третье мнение Абу-Ханифы, что это вообще не считается признаком совершеннолетия. Как для этих, так и для других. Это правильное мнение, мнение большинства. Значит, какой мы теперь установили, какой признак совершеннолетия по порядку, получается уже четвертый. Первое было выход семени, менструация, беременность и вот это вот четвертое, появление роста волос на лобке.